Мне позвонила тут женщина одна по поводу того, чтобы ей установить розетку для печи, вот у нее из стены торчат провода, ну как и везде, и туда нужно типа поставить, короче сделать так, чтобы в будущем туда можно было бы еще встраиваемую технику прикреплять, то есть туда можно было бы всадить еще посудомойку, варочную панель, духовой шкаф, вытяжку и там эти, ну и так далее, там вот, холодильник встраиваемый, ну единственный способ, который вижу лично я, так это клеммная колодка, ну типа коробка, которая клеммная, то есть как я ее делаю, то есть это обычная распред коробка, куда я вставляю три шины, я сейчас пойду в магазин электрика, как раз где куплю все необходимое, хочу, чтобы вы тоже знали, потому как этих распред коробок в магазине целых и комплексных, я видел буквально пару раз и то в Леруа Мерлен, и то я туда не поеду, и второе, они с очень низкокачественных шин, да и сами по себе коробки, ну такие себе, поэтому давайте сгоняя в магаз, я куплю все необходимое, покажу вам, как эту коробку собрать, для того, чтобы вы тоже, в свою очередь, могли в будущем запилить такую же коробку. Все, пошли смотреть. У тебя не бывает комплексных нормальных коробок, типа как подпечь, только не одна система, а три, от фазы ноли земли, внутри три шины. Я такие Блюра видел, но они были такие ущербные, просто пизда. А, они все, мы бы считаем, своими ущербными идут. Готовы, таких у нас нет. Только если на базе, вот, собирать. Угу, я и думаю, что. Да, вот такую, и вот такую еще посмотрим. И, слушай, ну давай сразу тогда по шинам сориентируемся. Такая шина, все равно здесь все. А, давай, окей. Можно прям тут на месте посмотреть. Давай, я сразу примерю. Вот шины. Вот коробки. Вот, либо такая, сейчас посмотрим, зайдет либо такая, либо поменьше. Либо вот такую, она плоская, она меньше места занимает. Видишь, вот такой, ну как я уже показывал, у нее внутри только одна секция шин. То есть, мы подвели кабель и кабель ушел. Все. То есть, а нам нужно как минимум три, а лучше четыре потребителя. Значит, у нас в машине должен быть минимум пять отверстий. То есть, одно по входу и несколько других. Но так как, видишь, не везде есть крепежные моменты, то лучше, наверное, больше. Вот. То есть, ну да, в принципе, этого и хватит. Вообще, на мой взгляд, производители ебанаты. Ну, блядь, ну как нахуй не делать такие коробки? Это же объективно. Ну, типа, они нужны постоянно. Ну, вот у меня люди постоянно тоже заказывают. Говорит, надо, типа, для встраиваемой техники. Типа, так, чтобы у меня сразу же и печь, и посудомойка, и варочная панель, и духовой шкаф. И все в одну точку. А у меня, говорит, из стены торчит только три провода. Типа, что делать? Ну, вообще, да, такое. Да ладно, я так не делал. Слушай, ну, оно очень ублюдочно. Смотрите, очень тонкий, тонкий пластмасс. Что есть, то есть. Это прям очень плохо. Тут получше, но там основания будут мешаться. Эти перекрестия. А, я эти перекрестия, как правило, сижу дома, как дурак, и выгрызаю. Ну, их можно выгрызть. Да, их можно выгрызть. Не, ну, эти гораздо надежнее. Гораздо надежнее. Ну, давай тогда такую вот одну. И нам раз, два, три, три шины, да. Такие? Сейчас примерю. Так, ну, и вот, да. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два уйдут, останется шесть. Да, отлично. Я как раз двумя из них прикреплю это все. Все, чудно, да. Вот такие, давай, три штучки. Три шинки? Да, три шинки. Все, чудно. А мы продолжаем. Итак, смотри. Вот есть распредкоробка. Здесь есть несколько вариантов, вот, различного рода. Что интересно именно нам? Самое главное, что нам требуется из всего этого тела, это так, чтобы наши шины находились вот таким вот образом. Вот так вот, чтобы они здесь находились. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы нам, когда мы заводим кабель вот отсюда, да, или отсюда, или отсюда, или отсюда, чтобы его можно было подать вот сюда. И здесь, в свою очередь, он будет разведиться, например, на фазу, ноль и землю. То есть, мы, когда установим эту коробку на стену, у нас вот здесь вот из центра, вот, у нас отсюда вылезет несколько проводов, которые из стены торчат, и мы их как раз посадим вот на данные шины, а все остальное будет отводом. Что, какой плюс нам дает, собственно, такая коробка, и зачем настолько жестко загоняться, чтобы ее сделать? А делать ее нам, по сути, нужно именно для того, чтобы сюда можно было подключить сразу же несколько потребителей. Что это значит? Вот, у нас, например, в один из таких вот, в одно из таких отверстий у нас падает обычная жила в одного кабеля, и после чего у нас пошли вот это вот все остальное, могут быть потребители. На мой взгляд, это прекрасно. И вот такой способ нужно нормально делать нормальным производителям. Но производители творят шины, которые тоньше в два раза, ублюдочнее, ну, то есть, они реально тонкие. На этих шинах может быть действительно достойная нагрузка, то есть, реально через эти шины можно ампер 60 пропускать и даже не беспокоиться, и с ними ничего не произойдет, и даже не нагреются. А даже если нагреются, то из-за вот такого вот куска меди будет вполне себе очень даже достойное теплорассеивание, что вообще является, по сути, очень важным. Так вот, что нам сейчас в данный момент нужно сделать? Нам нужно вот эти вот ребра, ребра усиления, их нам нужно сейчас отсюда тупо выкорчевать. То есть, мы берем вот эти вот задние части и просто по самую стенку оставляем данные шины. То есть, сюда одну, сюда одну и сюда одну, для того, чтобы когда открываешь коробку, было удобно с этим работать. Ну, и, собственно, коробка будет обращена вниз, таким образом, вот отсюда, и вот отсюда, вот отсюда будет очень удобно заводить кабели. Вот, ну, и потом вот эти вот пеньки, собственно, сюда поднесутся. Вот, ладненько, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребят, смотри, вот так выглядит теперь эта распредкоробка. Вот здесь мы сделаем отверстие, отсюда же вытащим провода и, собственно, их уже разведем. Например, там фаза 0 земля, все. И потихонечку вот отсюда заведем кабель, вот отсюда заведем кабель, сделаем отверстие. Ну и по классике. Такие вот истории, вот так вот должны выглядеть по, собственно, коробке. Вот, распредкоробке. То, что здесь они выпирают, в этом нет ничего страшного. Вот. На этом все. Я считаю, что, в принципе, было понятно, логично и неудивительно. Подписывайтесь, жмякайте лайк, обязательно жмякайте колокольчик, чтобы узнавать всегда самыми первыми о выходе нового ролика. Делитесь, рассказывайте, короче, пишите комментарии, что думаете по этому поводу. Ну и все, что вы любите. Вот. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok